Привет всем! Совершенно неожиданно для меня очень хорошо зашла прошлая история, вызвала такой живой отклик. Огромное количество ответных историй. Больше всего меня, конечно, поразила та, где человек пошел в лес по грибы, собрал их, пошел искупаться, и у него украли грибы. Ну, это, конечно, вообще зачет. Это как моя мама к моему папе в больнице собиралась, собрала все, в такую сумочку, борщик, курочку сварила, спустилась вниз и вспомнила, что забыла там чего-то. Лифт не работал, поэтому она, чтобы эту сумку обратно не тащить, она и оставила на первом этаже. Ну, думаю, сейчас, господи, минутка туда-обратно приходит, сумочки нет. Кто-то хорошо покушал. Но я сделал одно серьезное упущение. Я не рассказал самую главную деталь. Меня засыпали вопросами, даже на экскурсии задавали этот вопрос. Что стало с Диролом? Да с Диролом все хорошо, ребята. И проблема-то была как раз в том, что, естественно, он был первым, кого я спросил о том, что произошло. Но он был не пьяный и ничего не помнил. И потом уже, когда он протрезвел нас, еще один день, тоже ничего не помнил. И потом я встречал через месяц. Он был вообще в полном порядке. Жизнь кипела в молодом организме. Так что с ним все хорошо. Но сегодня я хочу рассказать историю уже не только ради истории. И не только потому, что вы меня прям завалили просьбами продолжать эту тему. Вообще, надо сказать, что у меня есть книжка «От косяка до штанги». Ее можно скачать бесплатно в интернете. Там вот столько историй самых разных. И, наверное, часть из них уже более в переосмысленном виде я тоже когда-нибудь здесь поведаю. Так вот сегодня это еще дань памяти одному человеку по имени Никита Попов, которого вы можете видеть на обложке этого видео. Очень хорошего человека на самом деле. Ну, понятно, что о мертвых либо хорошо, либо никак. И это был мой знакомый. Но были у меня знакомые. И даже один уже отбыл на небеса, про которого я не могу сказать, что он был очень хорошим. А этот действительно был очень хороший человек. Ну, собственно, об этом я еще заикнусь чуть далее. Здесь надо сказать, вот очень часто приходят комментарии на разные мои истории. Да, вот там, про дом старухи-проценщицы, про то, про сё. А чего вот было не вызвать ментов? Ну, зачастую это пишут люди, которые совершенно вообще не понимают, как, опять-таки, устроена жизнь и всё остальное. Во-первых, я привык ценить как свое время, так и время, собственно, других людей. Есть ситуации, когда проще и быстрее решить что-то самому. Это во-первых. Во-вторых, были у меня случаи, когда я вызывал ментов, и пока они ехали, а ехали они, кстати, довольно быстро, вот то, ради чего я вызывал, оно прекращалось. Ну, например, дебош там, да, за стенкой. Это второй момент. Третий момент. Если ты их вызываешь, и всё-таки что-то там происходит, то ты потом теряешь своё время. Тебе обязательно надо куда-то приехать, что-то ещё подписать. Ну, то есть, в чём-то принять участие, это, опять-таки, твоё время. В-четвёртых, у меня есть прекрасная история, я помещу ссылку здесь, под этим выпуском, про то, как я вызвал, вызвал ментов отделению полиции на Манчегорском и Пламенный Прибёт. Вызвал ментов, когда мне скрутили номера, и они закрыли дело, если вкратце, меня об этом уведомили, но они не уведомили об этом ГИБДД. И получилось так, что вот эти номера, они остались в розыске, и у меня потом была куча проблем. Меня тормозили менты, один раз меня, один-единственный раз в моей жизни меня эвакуировали, и когда я забирал машину, мне сказали, ой, вы знаете, а у вас машина в угоне, мне пришлось опять-таки вызывать уже простых ментов. Мы ездили в отделение, писал очередное заявление, и я приходил три раза в отделение на Манчегорской. Три раза я писал в писаном виде, челобитную, чтобы они наконец что-то сделали, потому что до этого, естественно, я ходил в ГИБДД, а меня там послали. Ну вот, как бы, например, такое бывает. Я не хочу сказать, что все полицейские такие, я просто знаю, опять-таки, ну, и с этим мне приходилось уже сталкиваться, некую изнанку всей этой истории, и, ну, вы не представляете, с чем им приходится порой сталкиваться. То есть вот это все, что иногда нас не касается, вот вы придите в отделение полиции, посмотрите, кто там сидит, да, и я в свое время делал интервью с Анной Ковальчук, это такая актриса, она играла вот Мастера Маргариты, улица разбитых фонарей, вот как раз после того, как она сыграла в этой улице разбитых фонарей, она говорила, что я просто ужаснулась вот их работе, их жизни, и мне всегда хотелось их спросить, а у вас есть какой-то психолог или прочее, ну, то есть как вы вообще душу-то отводите? Потому что, ну, это, на самом деле, вот эта бытовуха, это сущее адище. И вот в случае в прошлый раз, что значит вызвать ментов, например, было в пионерский лагерь, да, под конец смены, самый последний день смены? Ну, во-первых, вы должны понимать, что любой пионерский, ну, пионерский, естественно, детский, это я все по старой памяти так называю, его дрючат очень жестко перед открытием сезона. Это правильно, потому что, ну, дети, все такое, то есть там СЭС, пожарный, вот это все, это просто там, разве что промежный геодист не заглянут. Вот, и вызвать ментов туда, это, ну, реальная вероятность, что он просто на следующий год либо не откроется, либо откроется с большими проблемами. И самое главное, это подставить директрису, которая объективно была ни в чем не виновата в данной ситуации, это был я, пидорас. Вот, она мне полностью доверяла, а я ее подставил. Соответственно, вот что было, что такое было вызвать ментов вот туда. И то есть вот когда, ну, понимаешь, вот это все вот понимаешь, и реально, ну, если я выйду, прости господи, и вдруг обнаружу там труп на улице, да, не дай бог, конечно, ну, естественно, я, конечно, вызову полицию, тут уже к бабке не ходи. Или если там меня там квартиру обнесут, тоже не приведи Господь, или там еще что-нибудь. Ну, в общем, в таких случаях да. Да, но бывают случаи, когда, например, вот, не знаю, вот велосипеды у меня крали, пять штук у меня украли велосипедов, да, самых разных, и ни разу я в ментовку не обращался, потому что, опять-таки, один человек, про которого тоже сегодня пойдет речь, ну, он как бы имел отношение, отношение с ментами со стороны тех, за кем менты гоняются, и он мне, ну, просто сказал, что, ну, ты смеешься, что ли, короче. Ты меня просто с балкона в свое время украли до велосипеда. Вот. И вот сегодня как раз история из этой серии, причем она показывает, как некоторые другие люди грамотно обращаются с органами правопорядка. Значит, вот Никита Попов, про который речь пойдет, он вообще из города Никель, я не знаю, это какой-то уникальный город, он на севере нашей страны, и он соприкасается с Норвегией. И вот все, кого я знал оттуда, они все вот, ну, немножечко шизанутые, но в хорошем плане, да, то есть они все играют какую-то очень интересную музыку, играли, да, они там все какие-то креативщики, музыканты, причем такие вот, ну, действительно, вот андеграунд, альтернатива, все, что хотите. Вот он родом оттуда, собственно, и в Питере у них тут целое, как бы сейчас сказали, землячество, да, можно так выразиться. И потом он стал играть группой Pepsi, была такая группа, достаточно популярная в свое время, она и сейчас есть, ну, сейчас уже она, может, не столь популярная, но в свое время она прогремела. На самом деле он играл там на басу, это был один, наверное, из лучших басистов, ну, в Петербурге однозначно, я уж в стране не буду говорить. И я жил на Маховой, дальше идет Литейный, а через нее Короленко, вот он жил вот на той улице, то есть через проспект, и мы, естественно, очень близко общались, потом он играл, А, еще, причем, изначально он пришел к нам в группу играть на барабанах, он вообще барабанщиком пришел к нам, а вообще он басист, да, то есть такой вот многостаночник и так далее. И огромное количество историй, конечно, связано, он потрясающе рассказывал анекдоты и, ну, и, в общем, все такое прочее. Отдельно, наверное, этому посвящу выпуск вообще про вот быт эпоху того времени. Сейчас речь о другом. Значит, репетировали мы на Московском проспекте. Вот как раз мой приятель другой, имя которого не буду называть, он там держал репетационную базу, и он был одним из первых директоров группы Король и Шут. Вот как у группы Король и Шут концерт, так вот, он говорит, две недели их нет. Ну, потому что я... И забегая вперед, могу сказать, что вот, я скажу честно, Король и Шут это одна, наверное, из самых, вот, очень, есть точно такое слово, самобытных. Самобытных коллективов, которые смогли как-то вот найти, не знаю, вот такую синергию панк-рока, какого-то фольклора, вот этих вот, еще, не знаю, бог знает чего. Ну, в общем, нашли путь к сердцу простого слушателя, ну, помимо того, что Горшок еще мелодист был великолепный, текстики-то у него, прямо, скажем, так себе, но вот мелодии, действительно, на уши садились, будьте наты. И, ну, было понятно, что с таким образом жизни, ну, как-то, знаете, как говорится, ведь бросают все, некоторым это удается сделать при жизни. И, в общем, так оно и случилось, поэтому, ну, ну, что, как бы, человек к этому шел, человек к этому пришел. И вот мы тоже там репетировали, соответственно, и была какая-то пьянка у нас там, и после этой пьянки вдруг выяснилось, что украли определенные вещи. Например, у Никиты у него украли тарелки, железо, как говорят барабанщики. А тут, опять-таки, надо пояснить, что такое вообще инструмент для музыканта. Это, ну, это вот сейчас некоторые так вот к автомобилям относятся, вот они их так холят, леют, я так вообще совершенно иначе отношусь. Она там, мне поцарапанная немножечко, как бы, и мне как-то по барабану, но для кого-то вот это целая трагедия. Музыкант к своему инструменту относится, как правило, очень трепетно, и хорошие инструменты стоят дорого, и, ну, понятно, да, денег тогда не было. Еще раз хочу сказать, мне, кстати, написали, денег не было, а ты покупал диски. Ну, я имею в виду, я покупал диски, естественно, на деньги этого пионерского лагеря, и просто показывал товарные чеки, я не на свои покупал, друзья мои. Ну, просто не договорил, да, извините. Ну, вот один просто эпизод характерно расскажу, я жил тогда на Маховой, и там я постоянно, когда вожу там экскурсию, я завожу вот этот 31-й дом во двор, он находится практически напротив театральной академии. И там вот флигель, где я жил, я им показываю этот флигель, потому что он стоит без подвала. То есть я жил там на первом этаже, там скрываешь пол, и там все, там земля. Ну, естественно, там было полно крыс, и спасали только кошки уличные, именно уличные, потому что домашние не спасали. Вот, и меня два раза реально крысы кусало. Ну, это отдельная история, как меня крысы кусали, я выучил, где находится антиарабический центр в городе Петербурге, на улице Кавалергардской. Вот, и очень было смешно, когда ты сидишь там в баре, и какая-нибудь девушка говорит, а что ты не пьешь? Я говорю, да, вот мне уколы делают. И она так начинает отодвигаться, и ты им говоришь, да нет-нет-нет, это не венерическое, и она начинает еще больше отодвигаться. Поэтому, и вот мы, значит, еще раз денег никого нет, подъезжаем с Женей, которая сейчас в Америке живет, садится Никита, Женя за рулем, я впереди, Никита садится с бутылкой пива. А, естественно, когда у человека бутылка пива, всегда попросили попить. Такая жажда всех мучила в те годы. И вот он садится и говорит, как хорошо, что один за рулем, а второго крыса укусила. В общем, не надо делиться. Вот настолько не было денег. И вот крадут у него это железо. Там мы играли разные группы, и вот одна из них, она называлась «Эксгумация». Я прошу прощения, но мы вот с еще одним персонажем замечательным, Володей Белинским. Он в свое время держал такой клуб на Нарвской, назывался он, господи, я что-то забыл, как он назывался. Ну, такой очень известный в свое время был клуб. И мы называли такой стиль «Сатана, ёб твою мать», простите. То есть это… Я люблю очень тяжелую музыку, но все-таки мне больше, знаете, туда вот, где, не знаю, там, пантера, вот-вот в те края, да, где тяжесть, но хоть с какой-то там, не знаю, там, мыслью аранжировкой и даже порой мелодия. А вот это… Ну, фиг знает. В общем, на пять минут меня хватает. Ну, в общем, вот они как раз такое вот играли. Ну, и по названию все понятно, эксгумация. Ну, играли, играли. А потом, короче, они съехали оттуда, и мы тоже как-то тоже на новую точку пришли. И приходим на эту новую точку и смотрим. Господа из эксгумации играют, и у барабанщика какие-то знакомые железяки. А ведь, понимаете, как бы там же, как Земфира пела, я помню все твои трещинки. То есть вот сразу, это можно сразу вычислить. Оно, не оно. Вот в мятинке любой барабанщик, он сразу скажет, мои тарелки или не мои тарелки. И Никита смотрит, говорит, опаньки, какое, значит, это, интересное, значит, знакомое железо. И вот тут, знаете, такая пауза. Надо было видеть, конечно, этого барабанщика, этой группы эксгумации, как у него забегали глазки, как он не знал, куда деться, что, 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 что происходит, что сказать, что-то. Я не помню, как там ситуация разрулилась. Мы, естественно, как-то, ну, они сказали, это вообще, это как бы наше, мы там купили в Апраксином дворе, какие вообще вопросы, претензии и так далее. Ну и опять-таки, понимаете, в чем дело, когда с людьми там репетируешь вместе, ну, как-то не перестроиться. Но в итоге я тогда уже был не такой лошарик, как в пионерском лагере, вот с этим как раз приятелем, который эту точку держал, предыдущий на Московском проспекте. Он меня боксом, боксом тренировал, мы занимались, он тоже жил в центре, у него на литейном квартире была, я потом, его мама, которая уехала в Америку, выделила мне две аж комнаты, и это была отдельная песня. То есть, вот это огромное, вот это коммуналище, где жило в 11 комнатах 3 человека, включая меня, ну, в общем, такая, расскажу как-нибудь, это прекрасно. Вот, и вот он, а он такой был у меня на голову, выше такой, значит, кабан. У нас очень хорошо, извините, с ним получалось девушек клеить вдвоем. Мы такие разные достаточно, но вот как-то вот пару раз было очень удачно. Вот, и он меня тренировал прямо вот в Михаилском саду, я помню, там менты даже как-то так сторонились, что происходит. И, в общем, я уже такой немножечко был такой окрепший. И когда вот выяснилось, что их железо, ну, опять-таки, я взял ситуацию в свои руки, я просто приехал на их следующую репетицию, и я уже знаю, меня уже научили, что надо вот сразу, первым, тра-ля-ля. Они выходят с репетиции, я просто сразу даю, как бы, гитаристу, барабанщик идет без тарелок, естественно. Я даю гитаристу по яйцам, отнимаю у него гитару и говорю, ну, ребята, вернете тарелку и получите гитару. И ушел. Что происходит потом? Потом вдруг моя мама, а еще не было мобильных телефонов в то время, хочу заметить, точнее, они только появились, но это была такая роскошь, что... Моя мама говорит, тебе звонили из милиции, тогда еще милиции, слава богу. Я говорю, что такое? Говорит, на тебя там чего-то там, это, дело завели уголовное. Я говорю, на меня уголовное дело? Звоню, значит, говорит, вот тут вас обвиняют в краже. Короче, этот гитарист написал на меня заяву. Я поехал туда, значит, на Московский проспект, в это отделение, прихожу, ну, я им объясняю ситуацию, говорю, вот так и так. И я им спрашиваю, ребята, а вот, например, ну, вот хорошо, а если бы я вызвал ментов, да? Он говорит, ну, как... То есть, сначала я говорю, если бы я вызвал ментов, когда украли тарелки. Он говорит, ну, ты что, издеваешься, что ли? Ну, то есть, ну, действительно, что они должны сделать? Они провести расследование какое-то, да, просить там, я не знаю. Вот, в общем, ну, они сразу мне сказали, что это бесполезно. Я говорю, а вот, как бы, вот, у них железо. Он говорит, ну, а как ты это докажешь? Ну, и действительно, как я докажу? А тут, тут все, вот, свидетель, я отнял гитару, грабеж посреди бела дня. Я говорю, ну, какие у меня варианты? Он говорит, ну, самый простой вариант – отдать гитару. Ну, отдал ему гитару. Что делать? Вместе с отдачей гитары хотелось ему, конечно, отдать еще пару делей, но... Человек был подкованный. Он был не один, когда он мне гитару принимал. И, в общем, понятно. Проходит несколько лет станция Митра Ломоносовская. Значит, для непетербуржцев поясняю. Там есть такой перекресток, с моста съезжаешь, Баладарского, и вот следующий большой перекресток, забыл, какая там улица-то. Я просто учился как раз вот в столярке, когда учился. Я учился на Дальневосточном. И туда ездили как справа, так и слева берега Невы. И так получилось, что у меня основные корифаны жили на Ломоносовской и на Пролетарской. Поэтому я, поскольку я там тусовался, а вот бабушкино получается, да, я уже забыл. Ну, в общем, короче, вот большой перекресток, и там подземный переход. Вот так его нельзя перебежать, потому что там сумасшедшее движение. Там несколько полос, там я постоянно иду. И вы представляете, идет навстречу у меня этот барабанщик. Когда он меня увидел, он, не думая ни секунды, ломанулся сразу на проезжую часть и перебежал этот перекресток вот так наискось просто. Я даже не успел не то, что там его схватить, я не успел ему сказать «Эй!», как он уже был на другой стороне этого перекрестка. Ну, в общем, что, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Чего не могу сказать, к сожалению, о Никите Попове, который... Вот судьба так складывается. Я ведь, когда хотел делать новый проект, я решил его делать в Москве. Ну, вот, клинануло меня. Я в итоге почти так и сделал на сегодняшний момент. Вот, у нас, получается, на Дригород вообще проект существует. Петербург, Москва, Нижний Новгород. И я просто знал, что у меня там есть басист. Потому что я приезжал к Никите, мы с ним встречались спустя там несколько лет. Я говорю, слушай, ну давай. Он говорит, да, давай. Отлично. Мы так очень раз мило время провели, второй раз мило время провели. Ну, вот он тоже, он постоянно с пивасиком ходит, постоянно с пивасиком. Ну, и, в общем, вот. Умер достаточно молодым, с 78-го года рождения. И, собственно, ситуация была просто. Я уже все наметил. Я уже, да, присмотрел, там, уже даже по работе, жилье, тра-ля-ля. И тут, в общем-то, объясняется, что он умер. И у меня, на самом деле, ну, половина смысла туда переезда. Потому что, ну, найти своего, именно своего хорошего музыканта, это очень большая проблема. И она у меня, в общем, тогда я в Москву и не переехал. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но вот, тем не менее. Поэтому вот так в группе Pepsi теперь играет другой басист, Никита на небесах. Барабанщик группы эксгумации, думаю, тоже в прекрасном состоянии, настроении. И это вот к вопросу о вообще, о том, писать заявление, не писать заявление. И как умные люди все-таки порой действительно правильно поступают. Вот они на меня написали заяву. Молодцы, молодцы. Вопросов, вопросов нет. Я потом пытался вычислить, где кто там у них работает. Думаю, подловить просто, ну, тузить пидорасов. Но потом, ладно. Ну, и Никита мне сказал, слушай, да хрен с этими тарелками. Меня, понимаете, тут вопрос-то, вы же понимаете, тут не в тарелках вопрос. Вопрос вот в этой ситуации, что мы вместе репетируем, мы музыканты, да, и вот такое вот крестятничество. И думаю, ну, ну, ладно. Что было, то было. Сейчас вот хочу о чем сказать. Ко мне действительно многие ходят на экскурсии. У меня есть страница встреч в социальных сетях, где я прошу оставить номер телефона. Мне этот номер телефона сто лет в обед не дался. Если вы переживаете, что этот номер телефона куда-то уйдет и вам начнут звонить, я вас уверяю, я работаю в интернет-агентстве уже восьмой год. Ваш номер телефона знают уже все. Все, кому надо. Он есть во всех вот базах. И поэтому не парьтесь. Для чего мне нужен этот номер телефона? Для двух вещей. Во-первых, точнее для одной вещи. Было пару раз, когда мне приходилось вот прям чуть ли не в день экскурсии ее отменять. И мне нужно какое-то средство связи оперативное. Не все сидят в социальных сетях, слава богу, постоянно. Вот для этих целей мне нужен ваш номер телефона. Ну и плюс, почему нужно отметиться на стене именно, чтобы я посчитал, сколько людей. Потому что у меня ограниченный комплект этих вот моих девайсов. Ибо, например, в прошлый раз, ну это, конечно, к величайшему моему радостному удивлению, я думал, что сейчас пойдет спад, но на первой экскурсии реально был просто турбаншлаг. И некоторым не хватило реально коробочек висячих. Поэтому у меня обязательно настоятельная просьба. Если вы идете, пожалуйста, отмечайтесь именно на стене встречи. Я уж теперь делаю еще и специально и ВКонтакте, и в Фейсбуке по многочисленным просьбам трудящихся. И в следующий раз мы гуляем, соответственно, вот я сейчас проверю, чтобы ничего не перепутать, потому что у меня настолько, как бы, голова кругом иногда идет от моего графика жизни, что я сам что-то забываю. Значит, 5 сентября мы гуляем в Петербурге 20.00. Это невские террористы, банкиры, цари и все остальное. 7 сентября Москва 20.00. Мы гуляем в Кропоткин, Теракт эсеров, Высотка вот эта американская, сталинская и так далее. Ну, МИД, который. 8 сентября 13.00. Ну, то есть 7 сентября это пятница, 13.00 мы гуляем уже, 13.30 точнее, 8 сентября, моросейку, мол, малую Россию не пойдет. Мы пойдем по моросейке, будем заглядывать в разные дворы, и там масса всего интересного. Ну и, соответственно, в Петербурге 9 сентября, воскресенье 18.00, проклятие сфинксов, в кавычках, проклятие сфинксов, масоны и прочая, значит, вот эта трихомудия. Расскажу вот всякие байки, факты и все, что связано с территорией вокруг Академии художеств, ну и, собственно, этой пристани со сфинксами и так далее. Также хочу сказать, мы точно едем в Париж, уже определились даты с 22 октября, уже есть люди. Если вам интересно, то пишите мне на электронный адрес, либо ВКонтакте. Укажу все встречи, все адреса в описании под этим выпуском. На этом, друзья мои, спасибо за внимание. Ждите свежих релизов. Мы сняли совершенно убийственные два клипа про Трампа. Это будет ковер-версия на Pink Try, так у нас там будет Трамп. И про Милонова с Покломской. В клипе про Трампа снимался Егор Яковлев. Так что скоро будет адище, адище огненные субстанции забурлят в черепных коробках. Ну а вы оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока.